привет мои хорошие с вами селена свей и сегодня я выехала на вокал и по дороге решила обсудить с вами такую тему что я думала чтобы обсудить с моими любимыми подписчиками гостями моего канала в итоге решила взять тему об изменах вот кстати мне очень интересно было бы мнение услышать если таковой появится у кого-нибудь из вас кто слушает потому что тема измен такая вы знаете очень щепетильная и я даже на протяжении своей жизни очень много раз меняла мнение по этому поводу конечно я знаю точно о себе со временем что для меня например измена это жесть для меня измена это то есть знаете у каждого человека есть преобладающие какая-то эмоция с которой не может совладать например у кого-то это может быть злость да вот человек злится постоянно потому что денерации он злится он раздраженный а допустим если девушка его идет куда-то с другом гулять или где-то там с одноклассниками посидела там да или там с парнем с другом старым но друзья издая абсолютно нормально относится к этому может например человек что касается меня у меня самая сумасшедшая эмоция которая вообще которую я не могу контролировать и не знаю просто у меня включается переключается и все то есть это если я ревную вот ревность очень сильная то есть я собственница жуткая и мой мужчина он должен вот грубо говоря молиться на меня да то есть никаких женщин никаких комплиментов никому то есть если это делать что это делать нужно настолько аккуратно это должен быть такой ювелир чтобы так аккуратно сказать об этом ну вы знаете я все равно это замечу я замечу это недовольство внутри у себя просто иногда конечно я могу совладать с мелкими какими-то вещами когда я вижу как это человек делает да аккуратно там и так далее чтобы совершенно не задеть моих чувств соответственно может это понять человек только такой же ревнивый как и я что касается измен на протяжении всего времени да у меня очень много менялась мнения по этому поводу сначала я думаю что я измену никогда не прощу никогда если человек изменил да потом я думала я пусть изменяет мне главное об этом не знать потом я думала что вообще нужно развить в себе вот это вот качество чтобы уметь делиться своим мужчиной да чтобы вот это же замечательно вот нравится какая-то девушка да можно пригласить а вообще нужно думать о своем молодом человеке и как бы пусть пусть наслаждается может его любим если мы любим человека он должен наслаждаться понимаете но мы должны радоваться за него за то что он наслаждается любит кого-то получает удовольствие это истинная такая любовь понимание была когда-то на сегодняшний день что могу сказать на сегодняшний день могу сказать что своего молодого человека я ни с кем не собираюсь делить я обычный приземленный человек ревность также присутствует во мне я также не могу контролировать как не могу как бы по шкале да то есть если если действительно человек уже перегибает палку то есть границы какие-то я уже себе расчертила да что человек может а что человек нет то есть граница такая что он не может ничего он может все только со мной и хотеть только за вы знаете я вот человек такое да достаточно влюбчивая в своей жизни была пока не нашла того самого мужчину и и я считаю что влюбиться ну как бы не сложно да но опять же это у кого как да у кого какие запросы у девушек на сегодняшний день если мой молодой человек мне изменят это конец то есть я измены не прощаю вообще я считаю почему человек изменяет потому что наверное ему все приелось да вы же все знаете когда мы все влюблены мы не можем думать о другом человеке мы не можем хотеть другую девушку потому что мы хотим только одну она нас заводит она все наши мысли дайте вот это состояние влюбленности вот этот конфет на букетный период вы знаете я себе как бы жизни дала такое такую установку что я хочу жить всегда в этой влюбленности я хочу жить в этой влюбленности я хочу ее как-то питать поддерживать вы знаете там можно сделать это конечно такой большой труд и очень скользкие то есть не всегда мы можем заметить тот момент когда мы уже перешли вот этот рубеж и уже ничего не вернуть если чего не вернуть что можно остаться с допустим с человеком друзьями конечно если вы сильно любите это очень сложно это мы сделаем безумно вообще мы же такие же люди нам девушкам допустим также как и парням может все приезд принципе да и то есть это нужно стараться обоим двоим чтобы этого не было да может быть какие-то ссоры иногда какие-то для всех свое да вот у кого-то есть принцип например все хорошо там да вот отношения ровные не изменяем все на этом все строится замечательно а есть допустим люди которые любят эмоции драйв если у них все хорошо и замечательно то им хочется этих эмоций драйва где-то на стороне соответственно они идут вот нужно это считаю вычислить вот этот момент да что кому нужное и давать это давать это и не отпускать своего мужчину никуда налево например да ну а если он пошел уже налево лично я мириться с такими вещами не буду естественно будут серьезные разговоры особенно если общие дети да там если люди не хотят расставаться в общем будет но я знаю точно что я измен не прощаю я считаю что все тогда нарушена эта влюбленность и получается человеку да для такой девушки как я мой любимый человек предпочел мне кого-то другого для меня это просто ну то есть все это не мой человек уже да это не та моя половинка моя половинка та которая смотрит на меня вот такими глазами считают что я самая лучшая самая красивая самая умная и он хочет только меня вот пока это длится это моя половина если это проходит и желание возникает другую сторону то все рушится ничего в этом такого нету это жизнь в принципе вы знаете я уже ну к этому отношусь нормально я свыкла с этой мысли конечно конечно я буду расстраиваться я буду грустить и переживать но вот это вот глубокое понимание того что это жизнь от этого никуда не деться это как знаете мы стареем мы взрослеем да мы болеем то есть все проходит все пройдет все будет хорошо вот на сегодняшний день я отношусь к изменам так и конечно же если кто-нибудь спросит меня вот мне мой мужчина изменил что делать валите от него валите от него и наслаждайтесь жизнью также найдите себя мужчину девушки которые вот ну позволяют происходить вот этому всему до мужчины изменяет прощают измены я считаю что если мужчине простить измену то она повторится так же как если знаете руку поднял вот знаете почему я понимаю я не говорю о том что это там ох плохие мужчины у них природа их можно понять но я считаю что мы тем отличаемся что мы не животные которые следуют своим инстинктам мы люди которые сознательно можем делать выбор у нас есть эмоции которые могут быть важнее да у нас есть принципы которые тоже могут быть важнее и это важно и если человек идет допустим либо у него нет таких принципов до храните верность либо он идет наперекор своим принципам за своими инстинктами но я считаю что это слабый человек и ну как бы не достойно меня как минимум то что касается лично меня да а другие девушки конечно могут это все там не то что поощряет да хотя прощение что где-то и поощрение всего этого но я считаю что девушки которые прощают все это да они обрекают себя обрекают себя на вот вот это вот вот эти вот все переживания которые будут после этого сомнения недоверия воспоминания вот лично я говорю этому нет и советовала бы тоже говорить нет другим девушкам вот так я отношусь к изменам и мне очень интересно на самом деле ваше мнение да что вы думаете по моему да и вообще честно говоря я считаю что девушки которые у которых ревность не самое главное да беспокойство внутри я честно восхищаюсь ну честно да потому что если ты можешь отпустить своего молодого человека доверить ему там да что то еще в этом что то есть да это какая то некая свобода внутри и я долгое время училась ну не научилась не получается вот я конечно стараюсь да это очень круто когда тебя ничего не трогают но вы знаете какой то баланс в этом во всем должен присутствовать потому что сильно много давать свободы своему молодому человеку тоже не надо вы знаете не всегда это нужно я считаю молодому человеку да или девушке своей порой от того что вы даете свободу они и уходят поэтому где-то может быть даже вы не чувствуете это ревность жесткая да но границы должны быть то есть допустим вы не ревнуете пусть она идет со своим бывшим тусуется к примеру да или он со своим бывшим но я не думаю что это правильно и лучше бы здесь поставить какие-то рамки и так с вами была Селена Свей мы обсудили тему измены мне интересно ваше мнение что вы думаете по поводу моего отношения к измене и что вы как вы относитесь к изменам что вы сделаете если ваш молодой человек вам изменит все жду ваших комментариев если понравилось видео ставьте лайк пока-пока увидимся в следующем видео пока